Всемирная организация здравоохранения определяет паллиативную помощь как подход, при котором даже когда надежды на выздоровление нет, человек не должен остаться без помощи, тем более ребенок. Как продлить жизнь детям с неизлечимыми заболеваниями? Что сделал Благодарительный фонд Евита за год работы? Можно ли научить людей любить чужих неизлечимо больных детей? В нашей студии Ольга Шелест, исполнительный директор Благодарительного фонда Евита и Юлия Катунина, мама паллиативного ребенка. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Ольга Юрьевна, Юлия Викторовна, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер. И с чего бы хотелось начать? Хотелось бы для начала поздравить вас, во-первых, с юбилеем. Вашему фонду исполнился год. Когда вы начинали работать, какие цели ставились перед фондом? Ольга, это, наверное, к вам. Самая главная, конечно, цель была, то есть у фонда есть основатель, который спрашивал меня, вот как я вижу работу этого фонда, и я не могла не рассказать ему о паллиативных детях, потому что, ну, в общем-то, благотворительность у каждого человека ассоциируется с помощью ребенка, да, то есть оплатил операцию, ребенок стал здоров. Купил техническое средство реабилитации, состояние ребенка улучшилось. Оплатил реабилитацию, ребенок там неходящий пошел. А паллиативная помощь – это история на всю жизнь, это долгоиграющая история, и это история, когда ребенок не пойдет, не выздоровеет, но это очень тяжелая история, и очень мало фондов в России, которые занимаются помощью именно паллиативным детям. Паллиативные дети – это дети-невидимки, как правило, да, то есть мы не увидим этих детей на улице. Если детей с ДЦП, с синдромом Дауна, с другими какими-то заболеваниями мы можем увидеть на улице, то наши дети, я тоже мама паллиативного ребенка, они, как правило, находятся дома. Во-первых, потому что их внешний вид, он не всегда, ну, возможно, приятен для окружающих, и мы очень бережем свой внутренний мир, да, чтобы на нас не посмотрели косо, чтобы про нашего ребенка чего-то не сказали, потому что от нашего внутреннего состояния зависит состояние наших детей. Вот. А во-вторых, наши дети растут, к счастью, да, не все уходят из жизни в младенчестве, они становятся большими, длинными, тяжелыми, а как правило, все-таки мамы детей с особенностями развития инвалидов остаются одними. Уважаемые гости, прежде чем задать следующий вопрос, предлагаю посмотреть сюжет. Жизнь Юлии Катуниной всецело посвящена уходу за ребенком. У ее сына Сергея неизлечимая болезнь. Уже 16 лет мама борется за его жизнь. Зачастую у Юлии нет даже времени сходить в парикмахерскую или выпить кофе с подругой. Для мам палеотивных детей фонд Евита устроил благотворительный вечер, что позволило им хоть ненадолго отвлечься от повседневных забот. Да, только воздух для нас. Нас преобразили, нарядили. Все очень красиво, торжественно, очень приятно. Мы действительно создали те условия, когда мама спокойно в 9 утра уехала из дома и может посвятить весь этот день себе, почувствовать себя красивой. Я вам больше скажу, у меня есть одна мама, с которой мы 5 лет общаемся. И когда я ее сегодня встретила в коридоре, внизу в лобби, я ее не узнала. Я вообще не поняла, что это моя мама. И только через 5 минут я говорю, Оля, это ты. То есть вот так вот она преобразилась. В этот день благотворительный фонд отметил свой год со дня основания. За такой короткий промежуток времени почти 400 детей и взрослых получили помощь. Сегодня под опекой свыше 100 малышей с тяжелым заболеванием. В областных больницах оборудовали 6 палат палиативной помощи. Создатели фонда уверены в благотворительности. Это история не только про то, как состоятельные люди помогают нуждающимся. Это история про простое участие в судьбе человека, который не может самостоятельно справиться со сложным обстоятельством. Никакие отчеты, какие бы они благополучными не были, они не заменят того душевного контакта, который воцарился между фондом и его подопечными, теми людьми, которые сопричастны к деятельности фонда, а их очень много. И это самое главное. Свою работу со дня основания фонд выстраивает в тесном взаимодействии с правительством Самарской области и при личной поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Я уверен, что такие мероприятия должны способствовать, чтобы партнеров, благотворителей появлялось больше. Появлялось больше людей, которые помогают детишкам, которые нуждаются в помощи в первую очередь, помогают людям старшего поколения. Всегда есть место для того, чтобы творить добро, делать добрые дела. На вечере устроили благотворительный аукцион. Все собранные средства направят семьям с палеотивными детьми. В ближайшем будущем в 63-м регионе может появиться хоспис. Юлия Викторовна, вот тогда вопрос к вам. А как вы жили, вы мама палеотивного ребенка, как вы жили все те годы, пока в Самаре не было благотворительного фонда ИВИТа? То есть вообще, что это такое? Быть мамой ребенка слизистой болезнью? Тяжело, тяжело. Или были предоставлены сами себе. Законодательство много не предусмотрено для наших детей. Те же кислородные концентраторы, которые необходимы, те же гастростомические трубки, которые необходимы, трахеостомы необходимы. Ничего государством, к сожалению, как бы законодательством это не предусмотрено. Там пыталась я куда-то написать, ну, это как-то все отставалось, отписывалось, нет закона, нет еще что-то. Ну, так вот мы как-то вот крутились, вертелись в своей семье, варились, как могли, выходили из положения, пока не встретила Ольгу Юрьевну. И жизнь наша полностью поменялась. А психологически она изменилась? Скажите, я прошу прощения, что прерываю. Потому что здесь, мне кажется, еще очень важен психологический момент. На вас смотрят, ну, вот Ольга Юрьевна правильно сказала, немножко необычно. Да, 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 да. Мы почувствовали, что мы не одни со своей бедой. Даже так? Да. Я знаю, что я в любой момент могу Ольге Юрьевне позвонить, и она не откажет в помощи. Я это знаю вот на 100%. Вот уверена на 100%. Мы обратились в фонд и в течение двух недель, без каких-то лишних вопросов, без лишних какой-то, знаете, как вот обычно куда-нибудь обратишься, соберите справки, соберите, а времени просто элементарно. Просто минимальный пакет какой-то документов. И вопрос, что вам надо? Нам за две недели был предоставлен, уже привезен, как бы, ребенку в пользование, кислородный концентратор. Средства ухода, гигиена, там, влажные салфетки, пенки, вот эти памперсы, пеленки. То есть, понимаете, вот настолько все. С праздниками приезжают, даже мужу, понимаете, на 23 февраля приехали, поздравили младшего ребенка, поздравили. То есть, вот такой праздник шикарный нам вчера устроили мамам. Это вот слова благодарности, вот их, я не знаю, вот у меня нет слов, чтобы их вот передать. Я очень волнуюсь сейчас, извините. То есть, получается, на самом деле, помощь моральная или помощь психологическая не менее важна, чем помощь материальная? Однозначно. Однозначно. Однозначно, да. Ольга Юрьевна, сколько у нас в Самарской губернии, вот по вашей оценке, вы наверняка занимались этим вопросом, неизлечимо больных детей, палеотивных детей. То есть, тех, когда шансов, на самом деле, нет, к сожалению. Я, на самом деле, реестра полного на данный момент нет, да, потому что, ну, есть вот эти вот системные вопросы. Но, предположительно, предположительно, где-то 500 детей, нуждающихся в палеотивной помощи. У нас сейчас в фонде 20 детей именно по программе «Ты не один». Да, я знаю, что, конечно, в Министерстве здравоохранения этот реестр более полный. Я всегда прошу врачей выездной палеотивной службы рассказывать про наш фонд и говорить, что есть тоже мы. Мы в помощь сейчас, да, Министерству здравоохранения. Они действительно далеко не все могут приобрести, далеко не всегда успевают. И, ну, самое главное, психологическую поддержку, конечно, они не окажут. Но они просто, наверное, не могут, у них на это нет времени. Ну, Ян, естественно, Министерство здравоохранения – это огромная организация, у которой не только палеотивные дети у них еще и престарелые у них, и новорожденные, и здоровые дети. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим, да, поэтому мы в помощь, мы союзники. И я абсолютно честно и откровенно говорю, что с Ратмановым мы союзники. Ратманов – это министр здравоохранения Самарской области, чтобы наши зрители понимали. Да, то есть если я не могу на своем уровне договориться с поликлиникой, с больницей или с другими организациями под ведомственным здравом, я просто звоню Михаилу Александровичу, объективно рассказываю. Я никогда не обвиняю, я очень уважаю врачей за то, что они делают. Но человеческий фактор исключить, к сожалению, мы не можем. И Ратманов всегда идет нам навстречу, всегда помогает. Ольга Юрьевна, а что сделано за год работы? Вот семья Юлии Катыниной, вы сказали, 20 детей вы сейчас опекаете. Что еще сделано? Ну, что, каждому ребенку мы покупаем то необходимое медицинское оборудование, которое, ну, вот сейчас есть изменения в законодательстве, и государство выделяет денежные средства, но, как всегда, изменения в закон внесены, алгоритм не отработан, да, мне это понятно, и поэтому я к этому отношусь спокойно. Я знаю, что до конца года этот алгоритм будет четко отработан, и государство станет больше снабжать наших детей необходимыми оборудованием. Сейчас эту функцию взяли на себя мы. Мы не можем полностью обеспечить, конечно, каждую семью, и мы не ставим перед собой этой цели. Мы такая финансовая подушка безопасности. На крайний случай? Не на крайний случай, на постоянный случай. Но, то есть, мама знает, что вот, условно, 10 тысяч в месяц у нее точно будет экономия. И на эти 10 тысяч в месяц, ну, чтобы, вот просто, Ян, объективно, да, пенсия по инвалидности это 12 тысяч рублей на ребенка, и мама, которая ухаживает за ребенком, получает 10 тысяч рублей за ребенком-инвалидом. То есть, 22 тысячи рублей в месяц, если мы берем одна мама, один ребенок, есть. Никто не снимает коммуналку, никто не снимает покушать, никто не снимает особенности питания наших детей. Для сравнения, да, вот Юли мы в том числе покупаем. 600 рублей литр спецпитания. Литр хватает на сутки. 600 рублей в сутки ребенку... 10 дней 6 тысяч, в месяц 18 тысяч. Да, то есть, ребенок не может другую пищу усваивать. Еще раз, да, сейчас у нас пока, ну, я считаю, мало детей, и если кто-то сейчас будет смотреть нашу программу, и у вашего ребенка есть палеоативный статус, и вы пока не пришли к нам в фонд, приходите. Программа «Ты не один» для нас самая важная и самая главная, потому что я знаю, что детям с любыми другими заболеваниями фонды и в России, и в Самаре помогают. Палеоативных детей, как правило, ну, действительно, фонды предпочитают, ну, одноразовую какую-то помощь оказать. То есть мы здесь берем под свое крыло полностью. Ольга Юрьевна, Юлия Викторовна, вопрос, наверное, сразу вам вместе. У нас в Самаре много добрых людей. Поясню свою мысль. То, что вы сейчас говорите, это вопрос денег. И для того, чтобы оказать помощь больным детям, неизлечимо больным детям, нужны деньги. Это важно, это здорово. Но далеко не у всех эти деньги есть. При этом помочь можно не только деньгами. Речь о чем я прекрасно понимаю, как вы устаете, у вас двое детей, один ребенок тяжело болен, и прийти, не знаю, помочь по хозяйству, посидеть с этим ребенком, сходить в магазин, сделать какую-то еще работу, не знаю, организовать праздник. Для этого деньги не нужны. К сожалению, в России мы к этому еще не привыкли, хотя общаясь с европейцами, я знаю, что в их культуре это абсолютно нормально. То есть там люди помогают другим людям, у которых есть неизлечимо больные дети. Вот в Самаре, как часто это встречается, или часто ли к вам обращаются люди вот с таким предложением, я не могу дать денег, но давайте я приду и помоем полы. Это очень полезная вещь, это очень нужно. Вот есть, потому что мамы, которые на самом деле они одни, у них никого нет, ни мужей там, ни маму, так случается. И они вот сидят, у меня есть девочка, у нее сыну 20 с чем-то лет, он не палеотивный, но ДЦП такая, тяжелая ДЦП, она одна. Она одна в четырех стенах, она в магазин не может нормально сходить, все вот набегами. Конечно, это огромная помощь. Когда она знает, что придет человек, профессиональный человек, и посидит. Можно организовать вот такую помощь? Ян, я человек деформированный. Когда меня спрашивают, много ли людей, которые хотят оказать помощь? Вот в моем круге 100%. В моем круге общения 80% людей с особыми детьми, с любыми заболеваниями. И в моем круге общения 100% людей, которые хотят помочь. Иногда, вот честно, на меня обрушивается такое огромное количество сообщений с предложением помощи, что я даже не успеваю всем отвечать. Я вообще всегда прошу всех писать нам в почту, благотворительному фонду, потому что там хотя бы я не одна ее смотрю, да, и есть еще помощники. У нас, конечно, прекрасная команда сформировавшихся уже волонтеров, которые действительно наши помощники по всем праздникам. 8 марта, 23 февраля, Новый год, дни рождения, 1 сентября. Мы поздравляем всех. Нам не важно, ходит ребенок в школу или не ходит в школу. Есть у него младший брат или сестренка или нет. Мы в любом случае приедем, потому что очень часто, как я всем говорю, мы это делаем для родителей. Конечно, для родителей, потому что им психологически... Я просто представляю, насколько это сложно. Ольга Юрьевна, мы говорим сейчас о хороших людях, а если говорить о плохих, вас часто пытаются обмануть ваш фонд? Часто ли пытаются получить помощь те люди и те семьи, которые на это либо не имеют права вообще, либо они вполне могут обойтись теми средствами, которыми располагают? Мы сейчас не будем говорить о палеотивной программе, потому что здесь обмануть невозможно. То есть есть набор диагнозов, мы обязательно приезжаем в семью, мы смотрим реальную обстановку, мы понимаем. И здесь для нас совершенно не важен материальный достаток семьи. Палеотивный ребенок – это всегда минимум 50 тысяч в месяц расходов. Ну, то есть это вот прям по самому минимуму. И, кстати, есть у нас семьи, конечно, с таким относительно хорошим достатком, которые могут сами няню оплачивать. То есть мы их познакомили, они сами оплачивают эту няню. Но мы, и они прекрасно знают, если не будет возможности, эту няню оплатим мы. Есть семьи, которые сами могут коляску на авито себе купить, да, там, да, 40 тысяч, они могут заплатить. И я очень благодарна этим нашим семьям за то, что они не просят у нас то, что могут купить себе сами. Потому что вот Юля, она не сможет себе даже за 40 тысяч коляск купить для ребенка. Лучше я ей куплю тогда, правильно? Ну, это честно. Программа «Ты не один» – это такая наша маленькая семья. Мы все друг друга любим, знаем, уважаем. И знают, что и мамы меня берегут, они тоже помнят, что я такая же, как и они, и, в общем-то, той же жизнью живу, что и они. Если говорить о других наших программах, а у нас их еще четыре, обмануть, наверное, нет. За год я не встретила откровенно поддельных документов, что просят помощи, а на самом деле там у ребенка либо вообще ничего нет, либо не так все серьезно. Есть другая история. Мы стараемся помогать тем людям, которые без нашей помощи точно не получат эту помощь. Вот история… Не справится. История этого года. Обратилась к нам семья, совершенно из другого, кстати, региона, потому что мы по России тоже помогаем, ну, в некоторых моментах, не во всех. Вот. Обратилась семья оплатить реабилитацию в нашем Тольяттинском центре Адели-Тольятти, ДЦП, где лечится. Вот просто для сравнения. Стоимость реабилитации там за 21 день – 35 тысяч рублей. Это недорого. В среднем по России так от 160 и выше, у кого на сколько хватает совести или я не знаю чего, я так и не могу понять, откуда эта стоимость вырастает. Тридцать одна и 160. Да, совершенно верно, Ян. Вот. Мы просим предоставить пакет документов, среди которых есть справка о доходах. И сначала семья, ну, как бы нам говорит о том, что возможности нет, такую справку предоставить. Но у нас есть человек, который очень четко следит за соблюдением полного пакета документов. Он говорит, ну, когда будет, вы нам предоставьте. И в справке о доходах с места работы мужа написано, что его зарплата среднемесячная – 100 тысяч рублей. Плюс, естественно, мы просим справку из пенсионного фонда, где написано, сколько получает какое пособие мама. Ну, и то есть вот то, о чем мы говорили – пенсия ребенку по инвалидности и пособие мамы по уходу за ребенком инвалидом. Ну, то есть семья, мягко говоря, не бедствует. Ну, Ян, ну, то есть 122 тысячи в месяц. И 30 с небольшим тысячей. Я понимаю, любой ребенок-инвалид – это всегда дополнительные вложения. Хотя, мне кажется, и здоровый ребенок сейчас, если им заниматься и водить на разные секции и кружки, это тоже достаточно большие деньги. Ну, конечно, я сам отец это прекрасно знаю, согласен. Да, да, но, простите, здесь же параллельно ко мне обращается мама-одиночка из города Чапаевска, у которой единственная дочь в тяжелейшем состоянии. Она просит купить ей коляску стоимостью 64 тысячи. Как вы думаете, кому я буду помогать? Ну, ответ очевиден. Поэтому той семье мы отказали. Ну, мне было очень больно и неприятно, когда эта женщина написала мне в личных сообщениях очень обиженные на меня слова, что, в общем, я нехороший человек, потому что я им отказала. И мне, ну, как бы я все понимаю, но мы не можем помочь семьям. У нас есть основатель фонда, который жертвует свои личные деньги туда, которые он мог бы потратить на что-то другое. А он, вот, в прошлом году он пожертвовал 10,5 миллионов. Это серьезные деньги? Своих, собственных денег, Яна. Да, мы тоже собрали, мы собрали порядка 4 миллионов еще. Но есть разница, 10,5 и 4 миллиона. Конечно, мы смогли помочь почти 400 большим и маленьким жителям не только Самарской области, но и России, и еще помогли другим фондам и детям-сиротам под опекой других фондов. Ну, я могу вам только посоветовать не обращать внимания, Ольга Юрьевна. А вопрос тогда такой, а каким образом обычному человеку сегодня оценить благотворительный фонд? Потому что доверие ведь, на самом деле, это важнейшая вещь вот в этом деле. Ты должен понимать, кому ты жертвуешь, там, свою большую или малую копеечку. Вот как оценить, это настоящий благотворительный фонд или это, извините, мошенники, которых тоже сейчас, к сожалению, немало? Я понимаю очень хорошо вопрос, потому что сама я тоже тщательно изучаю сайты других благотворительных фондов, которые, ну, вот к нам, например, обращаются, а помогите, да? На что я обращаю внимание и что я стараюсь тоже соблюдать в нашем фонде? Первое – это ежемесячные отчеты. Причем мы пишем отчеты очень подробно. У нас отчеты до 20 листов. Мы за каждую копейку отчитываемся, за каждого ребенка. Мы рассказываем истории каждого ребенка и взрослого. Мы рассказываем обо всех мероприятиях, которые мы провели. Мы стараемся указать каждого партнера и друга, который нам в этом помог. Вот для меня, прочитав вот один отчет, например, вот такой полный, я могу сразу представить себе все, чем занимается фонд. Для меня это важно. Этот отчет должен быть в свободном доступе, я правильно понимаю? Да, конечно. Этот отчет выкладывается на сайте. Ну, второе – это ежегодные отчеты, которые, ну, подаются в Минюст, но Минюст – это просто цифры, да? У нас, кстати, пока этого отчета на сайте нет, я сразу говорю, потому что мы вот только сейчас вот мы стараемся вообще оценить всю ту помощь, которую мы оказали. До 15 апреля у нас есть время подать этот отчет. Вот мы его сейчас готовим. Этот отчет обязательно должен быть на сайте. Обязательно должен быть аудиторский, аудиторское заключение, то есть каждый благотворительный фонд ежегодно проходит независимую аудиторскую проверку. Мы сейчас ее тоже проходим и очень, конечно, переживаем. Вот, то есть в конце марта у нас будет заключение аудита нашей деятельности. И кроме этого очень важно, когда фонд… Это обязательные документы. Но очень важно, когда фонд готовит ежегодный отчет, что называется, вот от души. Предлагаю посмотреть сюжет о том, каким должен быть настоящий благотворительный фонд. Они умеют любить так, как не каждому дано. И они точно знают, что их дети живы благодаря этой любви. Зачастую они забывают о себе, о том, что они не только мамы, но и прекрасные женщины. Иногда им кажется, что они одни, и никто не в силах понять их самоотверженную любовь к неизлечимо больному ребенку. Но именно эта любовь стала лучшим, что произошло в их жизни. И никто не убедит их в обратном. И эту любовь можно только поддержать. Привет! Привет! Такой поддержкой стал благотворительный фонд «ЕВИТО». Его основал год назад на свои личные средства Владимир Аветисян. Директором фонда стала Ольга Шелест. Она сама растит сына Юру с неизлечимым генетическим заболеванием и не понаслышке знает обо всех проблемах, с которыми сталкиваются такие же мамы, как она. Свою работу со дня основания фонд выстраивает в тесном взаимодействии с правительством Самарской области и при личной поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Всего за год благотворительную помощь получили 378 детей и взрослых. Это содействие в лечении, приобретении медицинского оборудования, технических средств реабилитации, дорогостоящих медикаментов. Основное направление деятельности фонда – помощь семьям с палеотивными детьми. В силу особенностей и тяжести заболевания, каждого из них родители могут потерять в любую минуту. В настоящее время под опекой фонда 118 таких детей. Одеяло убежало, да? Улетело по стене, и подушка, как рябушка, ускакала от меня, да? Спасибо всем, да, скажем, за помощь, которую нам оказали. Она нам очень нужна. Большая гордость фонда «ЕВИТА» – организация приезда в Самару известного московского хирурга Ильи Захарова. Он владеет уникальной технологией установки гастростом эндоскопическим способом. Эта операция – самый щадящий и эффективный способ хирургической помощи палеотивным детям. Илья Захаров провел мастер-класс для своих коллег из Самары и Тольятти. И теперь точно такие же операции на самом высоком технологическом уровне проводят и в нашей губернии. Фонд «ЕВИТА» первым из всех российских фондов стал инициатором оборудования палеотивных палат в медицинских учреждениях. В ноябре 2019 года в Самарской областной клинической больнице имени Середавина и Тольяттинской городской детской больницы номер один уже открылись такие специализированные палаты, оснащенные всем необходимым для комфортного пребывания мамы и палеотивного ребенка. Участие в обустройстве палат приняли жители Самарской области, откликнувшись на призыв фонда в социальных сетях и став на время и грузчиками, и сборщиками мебели и дизайнерами. Чтобы маленькие пациенты и их родители чувствовали себя как дома, художники-волонтеры украсили стены палат персонажами любимых мультфильмов. Фонд Евита помогает обрести дом и семью и тем малышам, от которых родители отказались, узнав об их тяжелом заболевании. Фонд соединяет судьбы маленьких людей, нуждающихся в любви, с людьми большими, у кого эта любовь есть и кто готов ей поделиться. Вы хотите открыть хоспис. Зачем и почему? Хоспис – это место спокойствия, я бы сказала. Почему? На базе хосписа я мечтаю создать, во-первых, службу социальной передышки для палеотивных детей, и чтобы душа мамы была спокойна, что ребенку действительно не просто поменяли памперсы, накормили, а с ним играют, с ним занимаются, с ним рядом обязательно сидит игротерапевт. Во-вторых, хоспис – это качественная выездная служба с обученными специалистами. Выездная палеотивная служба? Когда на дом приезжают обученные врачи, которые знают, как настроить кислородный концентратор, откашливатель, аппарат ИВЛ и так далее, да, не буду углубляться дальше. Хоспис – это психологическая поддержка, когда мы можем держать штатного психолога, того, которого мы точно знаем, что он будет делать то, что поможет нашим мамам. Хоспис – это место, где ребенок или взрослый, потому что мы и палеотивным взрослым только не онкологическим помогаем, может уйти из жизни спокойно, без боли, без страха, без унижения и без грубости. И мама. Нам всем очень страшно потерять наших детей, они для нас все равно самые любимые. Но рано или поздно нам придется с этим столкнуться. И мне очень хочется, чтобы когда из жизни будет уходить мой сын, я не боялась за него, и я понимала, что ему правда не больно. Я буду рядом с ним, но пусть рядом с нами, с ним, будет специальный врач, который будет знать, как сделать так, чтобы было не страшно, тихо, спокойно. – Юлия Викторовна, вопрос к вам, вот прям короткий, я понимаю, что очень тяжело. Кратко, как воспитать человечные отношения к больным детям. Вот чтобы не было вот этих фраз, зачем лечить, он все равно не жалится. – Ну, вы знаете, мне кажется, все равно мы будем периодически сталкиваться с такими фразами, и как говорят, что там ДЦП – это такое, ну, не перспективное вложение. То есть, грубо говоря, реабилитация 100 тысяч, там выделили на реабилитацию. Он говорит, ну а что вам помогло? Я говорю, ну, понимаете, ну, вот он у меня стал меньше плакать, я вижу, что он больше стал улыбаться. Мне кажется, то есть я вижу, что моему ребенку помогает. А людям со стороны, кажется, ну, он лежал и лежит. Поэтому, мне кажется, вот на эти, как бы сказать, осуждения, зачем на них деньги тратить, это будет всегда. – В нашей студии были Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТО» и Юлия Катунина, мама палеотивного ребенка. После этой беседы я подумал вот о чем. Я даже не знаю, кто кому больше нужен. Мы, обычные люди, палеотивным детям и их родителям, или они нам, чтобы мы могли остаться людьми. До свидания, помогайте ближним. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова